Солнце может нам устроить интернет-апокалипсис. Ученые предсказали сверхновую с точностью до года. Зачем нужны огромные ширмы в космосе? Это и многое другое прямо сейчас в 89-м выпуске Астрообзора. Я Андрей, и вы на канале Космос Просто. А еще в конце ролика будет важный анонс насчет следующего видео. Так что, если особенно меня регулярно смотрите, досмотрите до конца. Как связаны черные лебеди и апокалипсис? Может быть, черный лебедь это знак-предвестник конца света? Или черные лебеди на самом деле это высокоразвитые существа, которые план... Опять я идеи конспирологам подкидываю, да? В общем, есть такая теория черный лебедь. Она описывает события, которые очень сложно или невозможно предсказать. И при этом эти события могут нести очень серьезные последствия. А еще у таких событий есть интересная черта. Уже после того, как они происходят, анализируя их, кажется, что их можно было легко предугадать. Естественно, черный лебедь в данном случае это метафора. И связана она с такой историей. До определенного момента люди западной цивилизации считали, что все лебеди белые. Просто потому, что они только таких и видели. Пока однажды черные лебеди не были обнаружены в Австралии. Нет особых ограничений, какие события можно отнести к событиям типа черный лебедь. Это и природные катастрофы, и войны. Ну, а из свежего это, конечно, текущая пандемия. Еще к таким событиям можно отнести мощные выбросы массы на Солнце и геомагнитные штормы. Я уже не раз говорил, что такие выбросы, если они направлены на Землю, могут нанести немалый ущерб. Как правило, здесь приводится в пример урон электросетям. Действительно, в случае мощного шторма урон может исчисляться триллионными долларов. Но я раньше не встречал, чтобы подробно говорили о том, как солнечный шторм может повлиять на интернет-инфраструктуру. И ведь действительно, Солнце очень даже может устроить интернет-апокалипсис. Именно об этом появилось исследование, которое на момент написания сценария еще не было опубликовано в рецензируемом журнале. На Солнце происходят вспышки и корональные выбросы массы. Нас сейчас в особенности интересуют последние. Это реальные кадры таких выбросов. Если такой выброс будет направлен на Землю, к нам устремится гораздо более плотный, чем обычно, поток заряженных частиц. Напрямую на людей в целом это не повлияет, ведь поток не проникает глубоко в атмосферу. Как я много раз говорил, нас защищает магнитное поле Земли. Однако эти заряженные частицы как раз взаимодействуют с магнитным полем и создают, или точнее сказать, индуцируют мощные электрические поля. И вот эти поля уже могут оказывать влияние на электросети и электрооборудование на Земле. И не просто оказывать влияние, а выводить из строя и при особенно сильном солнечном шторме даже разрушать. После момента выброса на Солнце потоку частиц требуется от 13 часов до нескольких дней, чтобы добраться до нас. Первое подобное зафиксированное событие произошло в 1859 году. Так называемое событие Керрингтона. Тогда это сильно повлияло на работу телеграфа. И с тех пор, в общем-то, было немного подобных событий. Например, еще геомагнитная буря 1921 года нанесла немалый ущерб по всему миру. Уже не такое мощное, но все же заметное событие вызвало сбои в электросетях в Канаде и США в 1989 году. В 2012 выброс, сравнимый по мощности с событием 1859 года, к счастью, немного промахнулся мимо Земли. В общем, события достаточно редкие. А еще нам, возможно, отчасти повезло, что период относительного спокойствия Солнца совпал с периодом активного технологического развития. Шанс на то, что сильная солнечная буря ударит по Земле, оценивают от 1,6 до 12% в десятилетие. В общем, с одной стороны, в недавней истории событий было мало, но все же шанс достаточно немаленький. Такая буря неплохо подходит под описание событий типа Черный Лебедь. Ну а в этой статье попытались проанализировать то, как подобная геомагнитная буря сказалась бы на работе интернета. Локальные элементы инфраструктуры, вроде дата-центров, в принципе, можно защитить специальным оборудованием. Но еще, как насчет непосредственно самой коммуникации? Километровых кабелей. Если говорить о современных оптических кабелях, в которых сигнал передается с помощью света, а не электрического тока, сами такие кабели не подвержены воздействию геомагнитно-индуцированных токов. Но такие линии протягивают на сотни и даже тысячи километров. И каждые 50-150 километров устанавливают ретрансляторы для усиления сигнала. И вот уже эти ретрансляторы, как и кабели, которые их питают, идущие вдоль оптических линий, уже очень даже подвержены влиянию токов, которые могут возникать во время геомагнитной бури. Даже если кабели проходят по дну океана, соленая вода — это слой электропроводящий, так что это их не спасет. В общем, выброс на Солнце, особенно если это супершторм, может повлиять на эти ретрансляторы и фактически повырубать крупные линии коммуникации между континентами. Из-за своей длины для таких подводных линий риск наиболее велик. В статье говорится, что современная инфраструктура не тестировалась на случай такой ситуации. И оценить реальные последствия сложно. Эффект еще сильно зависит от географического положения. Например, большему риску подвержены широты дальше от экватора и ближе к полюсам. При том, что Европа и США с Канадой находятся приблизительно на одних широтах, инфраструктура Европы чуть в лучшем положении. Из-за большего количества элементов и более коротких линий. Зато вот Северная Америка легко может оказаться отрезанной от глобальной сети. В общем, если учесть еще множество нюансов, супершторм может нанести огромный ущерб глобальной сети. И многие области могут оставаться неделями или даже месяцами без нормального интернета. А какой урон экономике, и не только ей это может нанести, даже сложно представить. А это еще в статье не рассматривается подробно, что будет с коммуникационными спутниками на орбите. Поэтому, как и в случае с другими событиями типа Черный Лебедь, лучше быть готовыми заранее. Особенно учитывая, что пока не удается предсказывать выбросы на Солнце, и о них мы, как правило, узнаем только от аппаратов, которые следят за Солнцем, уже после того, как выброс произошел, и у нас остается от нескольких часов до нескольких дней, до того, как выброс нас настигнет. Ну, если он направлен на Землю. Так что нужно учитывать потенциальный эффект геомагнитного шторма для интернет-сетей. Например, прокладывать критически важные линии в более низких широтах, оснащать ретрансляторы специальной защитой и так далее. Чтобы не пришлось на практике узнать, что такое интернет-апокалипсис. Вот, что со мной не так? Мне время от времени пишут, например, такое. Что за освещение? Будто ты болеешь смертельной болезнью. Или вот такие комментарии. Что у меня лицо пропитое, хотя я в жизни не пил. Или вот. Побрейся. Окей, ну это я могу. Так-то лучше. Очень, кстати, оказалось под рукой. Philips OneBlade Pro. И этот выпуск выходит при поддержке Philips. Philips OneBlade Pro это гибридное устройство для бритья и стайлинга. И оно выполняет сразу несколько задач. Вот в таком виде OneBlade Pro можно использовать для бритья. Круто, что есть система двойной защиты кожи, состоящая из лезвий с закругленными кончиками и особого скользящего покрытия, что обеспечивает максимально комфортное бритье без порезов и раздражения. Благодаря двухстороннему лезвию устройство можно перемещать в любом направлении и использовать для создания четких контуров. Ну и что важно лично для меня, это удобство подравнивания. Как вы можете видеть, я предпочитаю эффект легкой небритости. И тут не нужно хранить кучу насадок. Насадка гребень предусматривает 12 фиксируемых установок длины. OneBlade Pro водонепроницаем и его очень легко очищать. Можно выбирать любой способ бритья на сухую или влажную кожу, с пены или без. А еще девайс очень компактный, работает от аккумулятора и им очень удобно пользоваться. Рекомендую. Переходите по ссылке в описании и заказывайте Philips OneBlade Pro. Телескоп, который нельзя называть. Джеймс Уэбб. Я что, во временной петле? В общем, подборку начнем с этого телескопа. Анонсирована новая дата запуска. И это 18 декабря этого года. Полетит, не полетит. И еще одно обновление для истории из предыдущего обзора. Марсоход Персюеренс все-таки успешно собрал первый образец. И его запечатали. Возможно, когда-то его заберут на Землю. А это... не кто-то баловался и фотографировал в темноте кость. Это наилучшие изображения с разных ракурсов астероида Клеопатра, которые ученые получили с помощью телескопа VLT. Астероид действительно по форме напоминает кость, правда, огромную. По длинной оси он достигает 270 километров. А на антеннах радиоинтерферометра ALMA были установлены новые дополнительные приемники. И они уже увидели первый свет в рамках тестовых наблюдений. Новые приемники расширят диапазон длин волн, в которых работает ALMA. Так что теперь инструмент будет собирать еще больше данных о Вселенной в радиодиапазоне. Ученые уже несколько лет активно ищут планету 9. Гипотетическую крупную планету за орбитой Нептуна. Пока планету так и не нашли. Зато в процессе поиска открыли 461 новый объект за орбитой Нептуна в рамках обзора Dark Energy Survey. Статья с описанием этих открытий отправилась на рецензирование. Самые близкие из открытых объектов удалены от Солнца на 30 астрономических единиц. Тогда как расстояние до самых далеких превышает 230 АЕ. Пусть это и не планета 9, но вот открытые объекты, особенно самые далекие, и изучение их орбит может помочь в поисках самой планеты 9, или наоборот приблизить к выводу, что ее все-таки не существует. В любом случае поиск пока продолжается. И еще одна крутая история. Астроном-любитель Хосе Луис Переро снимал себе такой Юпитер через телескоп, и ему повезло заснять, как в Юпитер врезается какой-то объект. Точнее он увидел вспышку от падения объекта. Вот она на отдельном кадре. Объект, скорее всего, является астероидом. Я оставлю ссылку в описании на видео автора. Сможете посмотреть целиком в динамике. Сколько на сегодняшний день открыто планет за пределами Солнечной системы? Более 4,5 тысяч. И еще более 7700 ждут подтверждения. А сколько этих планет были сфотографированы напрямую? 54. Да, в общем-то, это и не секрет, что почти все экзопланеты открываются косвенными методами. Вроде транзитного, микролинзирования или метода лучевых скоростей. Главная проблема тут, конечно, в том, что другие планетные системы далеко. А планеты настолько тусклее звезд, что просто взять, навести обычный телескоп на систему и сфотографировать планету просто невозможно. Для того, чтобы их хоть как-то сфотографировать, приходится прибегать к хитростям. До сих пор основной такой хитростью было использование коронографов. Инструментов, которые устанавливаются внутри телескопа, и они блокируют цвет звезды. Что повышает контраст для планеты, и в некоторых случаях так их можно уже сфотографировать напрямую. Нечто похожее мы наблюдаем во время полного солнечного затмения, когда диск Луны в максимальной фазе закрывает Солнце. На некоторое время становится видна солнечная корона вокруг Солнца, которая намного тусклее диска Солнца, и в обычных условиях при простых наблюдениях не видна. В данном случае Луна служит гигантским естественным коронографом. Точнее, на самом деле это скорее похоже на другую концепцию, о которой я как раз хотел рассказать. Ведь коронограф находится внутри телескопа, а в случае с Луной она далеко от оптического прибора, с помощью которого мы производим съемку. И вот нечто подобное предлагают создать ученые, но уже для прямого наблюдения экзопланет. В этой статье обсуждается возможность размещения в космосе специальной ширмы, которая будет блокировать свет звезд. Вообще, сама по себе идея такой ширмы не новая. Есть, например, проект миссии «Новые миры», где такая ширма должна использоваться в комбинации с телескопом в космосе. В этой же статье обсуждается возможность применять такие ширмы для телескопов на Земле. Тут могут возникнуть два вопроса. Зачем применять ширму к телескопу на Земле вместо космического? И второй, чем ширма лучше обычного коронографа? На самом деле в обоих случаях есть и свои плюсы, и свои минусы. Плюс коронографа, конечно, в том, что им просто легче пользоваться. Он является частью оптической системы телескопа. Его не нужно перемещать отдельно. Просто наводишься на нужный объект и снимаешь. Но физически они небольшие, чтобы с ними работать, нужна высокая точность оптики. И, опять же, учитывая особенности этой оптики, контраст может быть не таким высоким. Зато ширма большого размера, от 80 метров в диаметре. Сконструированная особым образом для снижения влияния некоторых оптических эффектов, размещенная на большом расстоянии от телескопа, она может позволить получить намного более высокий контраст. И благодаря этому можно получить снимки экзопланет лучшего качества. Но тут для съемки конкретного объекта надо не только навести телескоп, но еще в нужном месте разместить ширму. И все так рассчитать, чтобы действительно получилось запечатлеть экзопланету. Так что оперировать такой комбинацией будет сложнее, плюс еще и время наблюдений будет ограничено. Как долго телескоп будет находиться в тени, которую создает ширма? Ну и второй вопрос. Зачем вместо связки ширма плюс космический телескоп использовать наземный телескоп? Ведь, как мы знаем, космическим телескопам не мешают искажения атмосферы. Ну, во-первых, современные системы адаптивной оптики позволяют исправить значительную часть искажений, которые вносит атмосфера. И уже сейчас крупные наземные телескопы могут сравниться с тем же Хабблом или даже превзойти его. Вот, например, сравнение изображений Нептуна с наземного VLT и космического Хаббла. Если сравнивать не с парой космическая ширма и телескоп, а с наземным телескопом и коронографом, то в последнем случае и телескоп, и коронограф внутри атмосферы. И по словам авторов статьи, если хотя бы один компонент вне атмосферы, это уже может повысить качество наблюдений. Еще наземные телескопы, и уже существующие, и те, что строятся или планируются, сильно превосходят космические по размеру зеркал. Ну и еще их не надо запускать в космос и попроще обслуживать. В общем, статья дает оценку, что такая пара, ширма плюс крупнейший телескоп на Земле, могут получить гораздо более детальные снимки экзопланет и иметь лучшее соотношение сигнал-шум, чем в случае использования коронографов. Пока это не конкретный проект, а только изучение концепции. Но идея интересная, и если ее реализуют, будет интересно, что нового мы узнаем об экзопланетах. Как предсказать сверхновую? Помните, некоторое время назад было очень много разговоров о том, что красный сверхгигант Бетельгейзе вот-вот взорвется, и мы будем на ночном небе наблюдать световой шоу сверхновой? Ну да, знаем мы, чем это закончилось. Хоть звезда и находится на финальных этапах своей эволюции, она может не вспыхнуть еще сто тысяч лет, и прогнозировать такие события, опять же, непросто. Но что, если я скажу, что ученые предсказали, когда можно будет пронаблюдать сверхновую с точностью до года? Наверное, ждете какого-то подвоха? Ну и правильно делаете. По оценкам ученых, в 2037 году с погрешностью пару лет туда-сюда можно будет пронаблюдать сверхновую. Но вот дальше начинаются нюансы, которые, правда, как мне кажется, делают эту историю только интереснее. Тут речь не идет о какой-то звезде, которую мы сейчас видим, и ученые такие, вот она в 2037-м сто пудов взорвется. Фишка в том, что эта звезда уже взорвалась. Что? Во-первых, я говорю не о звезде, которую вы легко можете увидеть сами, как ту же Бетельгейзе. Чтобы увидеть даже не саму звезду, а вспышку сверхновой, понадобился не просто мощный телескоп, а еще и массивное скопление галактик, действующее как линза. В общем, это очень далекий объект. Свет от скопления, которое находится между нами и галактикой, в которой сверхновая вспыхнула, шел 4 миллиарда лет, а свет от самой сверхновой все 10 миллиардов. Сверхновые дали поэтичное название «реквием». И ее обнаружили на архивных снимках телескопа Хаббл от 2016 года. Но подождите, как-то мы ее снова пронаблюдаем в 2037-м? Это же сверхновая. Она ведь вроде один раз для одной звезды происходит, а не новая, которая может регулярно повторяться. Ну, кто-то наверняка уже догадался, что дело в том самом линзирующем скоплении. Я уже много раз говорил о гравитационном линзировании и о том, что любая масса искажает пространство-время, а значит и траекторию движения света, который проходит через эту область пространства. Солнце своей массой может изменить для наблюдателя на Земле положение звезды на небе, которое визуально находится рядом с диском Солнца. Что, в общем, и наблюдалось во время солнечного затмения еще Артуром Эддингтоном и послужило доказательством эффекта. Ну а галактики, или целые скопления галактик, оказывают намного более заметный эффект. На сайте телескопа Хаббл вы можете найти кучу фотографий по запросу Gravitational Lensing искаженных фон новых галактик самых причудливых форм за скоплениями. Ну и еще известный эффект, когда изображение не просто искажается, а размножается. Наверное, самый известный пример — это крест Эйнштейна. Размноженное изображение одного и того же квазара в форме креста. Об этом я уже давненько делал отдельный ролик, который кажется уже немного кринжовым. А вот на этой анимации показан как раз пример со сверхновой. Правда, в качестве линзы и не скопления, а одна галактика. Итак, вот фотография скоплений галактик. Кружками показаны три отдельных изображения одной и той же сверхновой, попавших на одну фотографию, как и в случае с крестом Эйнштейна. Они отличаются по яркости и цвету, что говорит о том, что это три разных этапа сверхновой. На деле, хоть мы их и видим одновременно, между ними задержка приблизительно в пару сотен дней. А вот на фотографиях от 2019 года изображения сверхновой ожидаемо пропали. Но она еще, вероятно, вернется. Штука в том, что распределение массы в галактическом скоплении, которое ближе к нам, в особенности темной материи, неравномерно. И когда свет от сверхновой проходит через него, можно сказать, что одни фотоны идут по одному маршруту, а иные по другому. Соответственно, мы и наблюдаем вспышки в разных местах, и доходят они до нас с задержкой. Путь одних фактически длиннее, а других короче. Ученые использовали наблюдательные данные по скоплению и компьютерные модели, чтобы смоделировать распределение темной материи в скоплении и рассчитать возможные траектории, по которым свет от далекой сверхновой может до нас дойти. Основываясь на этом, они предсказывают, что, вероятно, последний раз сверхновая реквием появится в 2037 году, плюс-минус пару лет, и даже предсказывают место, где она будет видна. Вот здесь оно обозначено желтым кругом. Помимо того, что это просто круто само по себе, предсказать событие из прошлого, которое мы увидим в будущем, и которое мы к тому же уже видели, это еще и полезное исследование для изучения темной материи. И того, как она искажает пространство-время. Ведь если предсказание ученых окажется верным, это будет говорить в пользу эффективности их моделей и позволит строить более точные карты распределения темной материи. Друзья, я хочу вас предупредить, что на следующей неделе, 30 сентября, выпуска не будет. Я хочу немного передохнуть и взять небольшой отпуск, а то за исключением новогодних каникул я от съемки до съемки живу. В общем, следующее видео на канале выйдет через неделю, 7 октября, как всегда, в 11.00 по Москве. Так что вы обязательно приходите, чтобы не пропустить ролик и подпинуть эти алгоритмы Ютуба. Спасибо всем, кто поддерживает меня на Патреоне, на Ютубе и всеми другими способами. Пока!